Привет, друзья мои! Сегодня у меня для вас американская задача. Эта задача предлагалась на каком-то собеседовании. В какую точно компанию, я не знаю, и это, если честно, несколько осложняет решение этой задачи. Почему? Потому что вопросы на собеседовании – это всегда открытые вопросы. То есть на собеседовании обычно нет цели, чтобы вы решили правильно какую-то конкретную задачу. Есть цель посмотреть, как вы думаете, как вы мыслите, каким путем вы идете к решению той или иной задачи. То есть может быть такое, что вам вообще дается какая-то абстрактная задача, какой-то абстрактный вопрос, на который в принципе нет одного правильного ответа. Могут быть разные правильные ответы. Ну, собственно, так же, как и в жизни. Например, на вопрос, что ты будешь готовить на ужин, нет правильного ответа. Ты можешь приготовить и это, и это, и это. И важно только посмотреть на то, как ты будешь готовить, из каких ингредиентов, и как движутся твои мысли, в какую сторону. Вот, собственно, эта задача, мне кажется, такого же рода. Поэтому вариантов может быть масса. Ну, главное их как-то объяснить, да. И самое очевидное, что приходит на ум опытным соискателям, это сказать, что 7 и 8 это 56. Без всяких гвоздей и но. Аргументировать это можно по-разному. Кстати, смотрите, среди вот этих вот четырех примеров выше, да, один есть действительно правильный. 5 и 6, это по известной нам таблице умножения, это действительно 30. Поэтому можно сказать, что судя по тому, что трое из четверых предыдущих соискателей ответили неправильно, я вам подхожу, потому что правильный ответ 56. Ну, это как вариант, да. Можно просто сказать, что, знаете, я просто знаю, что 7 и 8 это 56. И то, что написано выше, не имеет никакого значения. Ну, тоже как вариант хода мыслей, так. Но, если, например, перед нами стоит задача именно как-то математически объяснить, почему вот это вот так, и мы не будем подразумевать, что вот этот вот значок, это умножение в том виде, в котором мы знаем, давайте обведем его вот так в кружочек, это будет какой-то оператор, производящий какие-то действия. Вот тогда нам нужно подумать математически уже. Что же тут может быть? И это уже явно не 56. И смотрите, какая еще интересная вещь в этой задаче. У нас множители, ну, давайте их называть все-таки множителями, да, то есть два числа, на которые действует вот этот оператор, можно и так сказать, они у нас увеличиваются, да, каждая из них. При этом ответы, результаты у нас не увеличиваются постоянно. У нас было 8, потом 50, потом вдруг уменьшился результат, 30, потом вдруг опять увеличился до 49, но он по-прежнему меньше 50. То есть явно тут не какое-то просто сложение, не какое-то просто умножение. Что-то посложнее какой-то алгоритм должен быть, так? Ну, давайте попробуем подбирать, что если у нас тут вот такой вот вид. А квадрат на Б. Ну, где А, это, понятно, первое число, Б, это второе число. Тогда что мы с вами получим? 3 в квадрате на 4, это 36. 4 в квадрате на 5, это 80. 5 в квадрате на 6, это 150. Тут получим 6 в квадрате на 7, это 252. И 7 в квадрате на 8, это 392. Ну, что, как-то можно получить из вот этих вот чисел, 30 из 36, 8, из 80, 50 и так далее. Ну, я думал, у меня никаких вариантов не получилось. Но на самом деле, кстати, и до вот этого, до А квадрата, помноженной на Б, я не сразу дошел. Это я вам такой свой, краткое свое решение передаю. Да, у меня на эту задачу ушло довольно много времени. После этого я решил, ну, хорошо, мы с вами попробовали А квадрат на Б. Давайте попробуем А, Б квадрат. Тогда у нас будет 3 умножить на 4 в квадрате, это 48. 4 умножить на 5 в квадрате, это сотня. Тут у нас будет 5 на 6 в квадрате, это 180. Тут у нас будет 6 на 7 в квадрате, это 294. И по этой же логике 7 умножить на 8 в квадрате должно получиться 448. И почему я думаю, что на этом варианте можно остановиться подробнее? Потому что, смотрите, если мы поделим 48 на 6, то мы получим 8. То есть то, что у нас есть в условии. Если мы поделим 180 на 6, то мы получим 30. То же, что и в условии. Если мы поделим 294 на 6, то мы получим 49. То же, что и в условии. Выпадает немного из этого только сотни. Потому что, чтобы получить из сотни 50, нам нужно поделить не на 6, а на 2. Поэтому, какой вариант может быть вот тут? Либо мы делим на 6, и тогда получаем 74,2. Либо мы делим на 2, и получаем 224. Но, смотрите, следуя логике, у нас везде получаются целые числа. Поэтому, наверное, это не 74,2. Скорее всего, это 224. Ну, давайте запишем сюда 224, как вариант. Но, опять, вопрос с вот этими двойками не отпадает. Почему где-то мы делим на 6, а где-то мы делим на 2? Давайте попытаемся докопаться до ответа и понять, в чём же причина такого вот поведения наших ответов. Давайте я ещё раз запишу, что у нас получается в АБ в квадрате. 48, 100, 180, 294 и 448. И напоминаю, что вот тут мы делим на 6, тут мы делим на 2, тут на 6, тут на 6. И тут мы вроде как предположили, что тоже делим на 2. И пытаемся понять, почему же так происходит. И давайте вспомним с вами пятый класс, что такое наибольший общий делитель. Ну, если мы ищем наибольший общий делитель, то у нас должны быть какие-то два числа. Так вот, давайте искать наибольший общий делитель между чисел, которые у нас получаются вот тут, вот, и шестёркой. То есть, мы ищем наибольший общий делитель чисел АБ в квадрате и шести. Почему шести? Ну, потому что двойка является делителем шестёрки. Ну, и давайте проверять. В самом деле, 48 у нас на 6 делится, делится, 180 делится, 294 делится. А вот 100 и 448 не делятся. И на 3 они тоже не делятся. Они делятся только на 2. То есть, по идее, если мы запишем ответ наш в общем виде вот так вот, что вот этот вот наш оператор действует на числа А и Б таким образом, что получается АБ в квадрате делённое на наибольший общий делитель АБ в квадрате и шести, то мы с вами можем обосновать математически вот этот вот ответ. Другой вопрос, а нужно ли это было и правильно ли этот ответ будет на собеседование? Ну, потому что прийти к этому ответу довольно нелегко. Ход мысли, конечно, посмотреть можно. Но у работодателя может сложиться, мне кажется, впечатление, что вы всё усложняете. С другой стороны, если это было собеседование на вакансию адвоката, то мне кажется, это успех. Потому что если вы смогли обосновать, почему 7 на 8 равно 224, вот таким вот способом, с вот такими вот изворотами математическими, то вы выиграете, по-моему, вообще любое даже самое безнадёжное дело. Если это собеседование на вакансию какого-нибудь айтишника, ну, тоже, наверное, это успех, потому что мы нашли решение, которое математически обосновывает ответ. Ответ всех вот этих вот примеров. Ну, а если я говорю, это просто задача, вопрос был на проверку вашего мышления, то вполне возможно, что правильный ответ 56. Но, опять-таки, вполне возможно, что эта задача вообще не имеет правильного ответа. Её просто дали для того, чтобы посмотреть, как вы будете решать, как вы будете изворачиваться, куда пойдут ваши мысли, что вы будете делать вот в такой непонятной ситуации, когда три примера из четырёх записаны с неправильными ответами. И вам нужно сказать, чему равен ответ пятого примера. Ну, в общем, на это у меня всё, друзья. Простите, что было много болтовни, такая немного философская задача. Если понравилось, ставьте лайк. Ну, если не понравилось, то простите, что занял 10 минут вашей жизни. Ну, и в любом случае, спасибо, друзья, что интересуетесь математикой, смотрите видео, решайте вместе со мной. На это у меня всё, друзья. Пока. И подписывайтесь на мой телеграм. Там вы не пропустите новые видео и сможете почитать много интересных статей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!